В простонародье этот вид спорта называют настольный теннис. Сегодня более современное обозначение – шоудаун. Белорусин пришёл только в 2016 году, но сразу стал популярным и активно развивающимся благодаря проведённому первому республиканскому чемпионату. Эта увлекательная игра быстро вызвала интерес у людей, которые имеют серьёзные нарушения по зрению. На близкий турнир заявки подали шесть команд, а это 23 спортсмена. «В первую очередь руководство наше центральное правление решило вопрос так, чтобы все предприятия нашей системы обязательно приобрели столы для шоудауна и чтобы люди имели возможность играть, заниматься серьёзно этим видом спорта. И очень приятно отметить, что особые наши ребята, у которых весьма серьёзно поставили перед собой задачу достичь каких-то определённых результатов, они участвуют очень часто в международных соревнованиях». Выявить сильнейших спортсменов в нелёгких поединках – основная цель чемпионата по настольному теннису для людей с инвалидностью. В помощь им специальная атрибутика. Затемнённые очки, специальные ракетки и биты, а также перчатки, защищающие руки от повреждений – это всё, что надо для настоящей борьбы в кромешной тишине. Здесь важно точно воспринимать движение на слух. Колокольчик в форме шарика всегда подскажет, в какую сторону полетел мяч. «Это должно быть, наверное, чувство мяча. Нужно его слышать, хорошо ориентироваться в пространстве, потому что иногда шарик катится, такой звенящий звук, и ты не можешь понять, где он слева или справа. Ну, физическая форма какая-то должна быть, потому что тоже довольно сложно стоять. А так всё-таки спокойствие, наверное, это самое главное, потому что тоже есть разные моменты». «Конечно, ещё сразу мы не умели играть, так ещё только учились, и судьи учились, и мы учились. Ну вот уже вот четвёртый год играем, вот, ну, уже начали приобретать столы, начали приобретать немножко уже форму, вот, перчатки уже вот более-менее нормальные, ракетки. Я могу выиграть сильного, проиграть слабого, так что я так, средненький, средненький я такой игрок». Высокий уровень организованности и целеустремлённости налицо. Спортсмены с инвалидностью очередной раз доказали – желание и преград к победе существовать не может. А из тех, кто продемонстрирует лучшие результаты в личном зачёте, будет сформирована команда, которая отправится отстаивать Брестскую область на республиканском чемпионате. «Будем надеяться, что шоу-даун попадёт в программу паралимпийских игр в ближайшее время, и представители нашей области будут достойно представлять нашу страну уже на международных стартах, на паралимпийских играх, и когда будет подниматься флаг, звучать димм нашей страны, мы будем знать, что мы тоже внесли флаг в развитие этого спорта». Юлия Селюк, Павел Малошонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.